Добрый вечер. Я очень рад. Сейчас, одну секундочку, я забыл, надо взять мне мой ремень. Там у вас провалля. Я завжди казал на концертах, раніше, коли выступал, что есть автори-воконавцы, которые читают речитативом. И спевают так, ну, в принципе, не спевают, спевают, можно сказать, в кавичках. А я завжди спевал. Так, цього разу склалася обстановка, що мене захворів менший мій син, найменший, найдорожчий, знаєте, найменший, завжди найдорожчий. Ему всего-навсего 11 років. Я потім ще про нього расскажу вам в ході концерту. Мій Михайлик. От, і гриппом. Ну, і, звичайно ж, як то кажуть, жінка каже, що ти ж не тулися до нього. Ти ж його, це, ти ж бачиш, то ж грипп, найкласичний, такий, як, має бути температура 39, і мокрою носом йде. От, воно таке нещасне, бідне. Ну, як, я був, не тулитися, ну. А я працюю добу через троє. Значить, три доби я дома, коло нього. Жінка бігає на роботу, а я біля нього три доби. Ну, і, звичайно, що я ж його мушу і пригорнути там біля себе, і приголубити, і пошкодувати, як то кажуть, погладити. Ну, і, само собою, я що десь ту бацилу підхопив від нього. От, і захворів гриппом. Вже два дні до виїзду сюди, а вже було домовлено, значить, з Пашою Никитіним. Там в них своя така компанія велика. Вони там робили відкриття сезону нового. Барт Сплавовської, це і браті всі, тому що він організовує Барт Сплави. Ми на Барт Сплавах були по Дніпру, по Дунаю, по Дністру. І от вони мене за... Так, так. От, і, значить, а вже все домовлено, вже люди зберуться, і ми так, як то кажуть, попутно вже із Сергієм домовилися, що я заїду і буду у вас на концерті сьогодні. А я так вихований був моєю мамою. Моя мама казала, що якщо ти дав слово, що ти будеш, то я тільки одне виправдання, вмер. Другого виправдання немає. Ну, через це я вже не можу, не міг підвезти, нічого. І я от в четвертій годині, вчора зранку, в четвертій годині ранку, значить, я встав, тому що у них 5 годин була маршрутка на Київ з температурою 38,7. Купив, значить, випив, значить, дві ці таблетки аспірина і поїхав в Київ. Ну, от якось вчора так, в такому щадящому режимі, там постійно на цих, на пігулках, відбув той день. Богу дякувати, що якось нормально все пройшло. Богу дякувати, я не відчуваю там, що мені там якесь погіршення. Мені кума, мальна кума педіатрів, вона мені сказала всі, що мені треба взяти в аптеці. Я вам розказую в таких, значить, в двох словах, така перед мова, перед концертами. І, значить, наївся я цих, значить, накупляв собі ще. Вчора заїхали в аптеку десь так гривень на 200 їжі на два дні, значить, в аптеці. Ну, і, значить, наївшись десь половину того, що накупляв, от я нарешті більш-менш себе нормально почуваю. Звичайно, що зараз мої голосові зв'язки, як то кажуть, в такому плачевному стані знаходяться. Але я думаю, що я буду старатися, щоб ви не пошкодували, що прийшли на сьогоднішній мій концерт. Я з вами поділюся самим таким, на мій погляд, самим потаємним, самим рідним, самим близьким для мене, самим дорогим для мене. Дякую за можливість зустрітися із друзями, знайомими. І такі люди, які організовують концерти чи фестивалі, вони дуже велике діло роблять, тому що ми б не зустрічалися, якби не було таких людей. Тому ще раз тобі, Сергій, спасибі за запрошення. І коли я згадую, зараз стою і згадую, от самий перший мій концерт, коли я ще не виступав взагалі, це був самий, дійсно, перший мій концерт, це було в 1984 році, в Житомирі. І я тоді мамі моїй кажу, мама, кажу, ну що ж, Боже, що ж я там буду робити, я ж вийду, там люди сидять, вони всі на мене дивляться, вони всі чогось від мене чекають. От я кажу, і що ж я буду робити? Ну моя мама так погайдалася, тако, і сказала, ну, сину, по-перше, ти їм посміхнись. Я так, що, я вам, по-перше, посміхаюся всім і почнемо. Я пишу двома мовами, російською мовою і українською мовою, звичайно. Починав я писати російською мовою, починав я писати ще в п'ять років, коли мені було, я тоді зробив першу свою книжку. Назвав її пори року, сам її оформив і подарував мамі. Я не пам'ятаю, значить, вже весну, не пам'ятаю літо, не пам'ятаю зиму, не пам'ятаю осінь. Осінь ці книжці були в мене, нам до сих пір мені подобається. Вона так звучала, знову осінь, йдуть дощі, скрізь калюжі грязь, не проїхать, не пройти, з хати не велась. І потім, коли ми вже, ну це ж Дубно, це провінція, це навіть не обласний центр. І ми тоді нічого, тоді ж не було, не інтернет, до нас не доходили, що такі про те, що вже існує авторська пісня, що вже давно є грушинський фестиваль і так далі, тому подібне. Ми того всього не знали, ми так в школі собі вчилися, нам, хлопця, ми зробили свій ансамбль, я тоді писав пісні, що в школі дуже багато пісень написано було. І я лише, коли вже поступив, приїхав в область, в Рівне, і перший концерт авторської пісні, найпершій, на який я попав, вже маючи там в запасі дуже багато своїх пісень, це був концерт Семена Кац, який до нас приїздив в Рівне. Я був настільки вражений просто, я був просто спантеличений, мене просто, як то кажуть, добило. Я вперше в житті дивився сольний концерт автора-виконавця, і ми після того концерту з майбутньою дружиною, ми пішли вже в клуб авторської пісні, який вже тоді існував в Рівному, вони її запросили, Семена Кац, до нас в Рівне, і ми прийшли, а перше, що вони так взяли, як то кажуть, на жарт нас підняли, і кажуть, ви хочете записати це в клуб авторської пісні? Ми кажемо так. Вони кажуть, тоді вставайте на коліна. Ну і ми, значить, ну що ж тут робити? Звичайно, встали на коліна, вони кажуть, уйшов, 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 ми пошаткували. Ну таким чином я вважаю, що мене присвятили, значить, це жанр, все-таки я став на коліна перед цим жанром. І з того часу десь почалася моя така творча біографія. Моя жінка каже мені, коли провожаю на концерти, ти там менше балакай, більше співай, тому що люди не будуть слухати твої балачки, а прийдуть слухати твої пісні. Хоча останнім часом, значить, я переконуюсь, що всі, хто мене чув раніше, вони кажуть, ти можеш взагалі не співати, ти краще від балака. Моє мгновення – шаги, Моє спасення – дорога. Від не завжди смішні враги і неоправдана тревога. Я знаю, вспыхнет белізной от пульса вспухшее запястье, коли своєю высшою властью судьба расправиться со мной, і як заложник смотрит вдаль, її величіем любуєсь. Смотрю, надеясь і волнуясь на бесконечную спираль, на цепь, де звеньями века із сплава судеб і событий, від неожиданних відкритів до відкривеньів старика. На белолобу луну, ч'я мудрость вечна і обеспечна, ібо даровано навечно, як птиці небу, рыбы дну, Смотрю, стараясь не забыть секунд, отмеченных шагами, чтобы когда-нибудь слогами так написать, как полюбить. Вдоль дороги облака Придорожной пыли Полюбили на века Поутру забыли Загуляла шлюха кровь Белая горячка Мимолітную любовь Пей, душа, бакрачка Пей, душа, бакрачка Ожидание глотка Пыльная дорога Полюбили на века Пей, душа, бакрачка Вышла до порога Ходит обороти жизни Хадуном, хадуули Кто скомандовал Ложись Тот и встал Под пули Посмеяться над судьбой Над собой Заплакать Мимолітная любовь Пыль Дорога Слякоть Когда ушла любовь Я заблудился В глубоких шахтах Под водой И мелом Оставила надежда Укололся Иголкой Колоса ячменного И умер Пропала вера Встал как до рождения Не больше эхо Крикни И услышишь Мысли не доросли Мысли не доросли Отпустите меня К свету Мы же в небо Росли Жаждой Поросли Не губите Любовь Эту По дороге Любой Лесом Полем Ливдаль Проводите Меня Взглядом Колея Где любовь С колеей Где печаль Вечно будут идти Рядом Колея Где любовь С колеей Где печаль Вечно будут идти Рядом Зарябила в глаза Снова ветер косой Снова гром По вискам Катит Оглянулся назад Замахнулась косой Посмотрела в глаза Хватит Не твоя ли звезда Отвела от беды Да над лесом дожди Пляшут Прибывай же вода Пропадайте следы Знать Дороги река Краше Прибывай же вода Пропадайте следы Знать Дороги река Краше Снова в землю Снова в землю уйду И пробьюсь родником Там, где сушит тебя Коре Не молись на виду Улыбайся тайком Все дороги ведут В море Не молись на виду Улыбайся тайком Все дороги ведут В море Мысли не доросли Мысли водоросли Отпустите меня К свету Мы же в небо Вросли Жаждой поросли Не губите Любовь Эту Мы же в небо Вросли Жаждой поросли Не губите Не губите Любовь Эту Есть такой харьковский поэт Замечательный Организатор Тоже фестиваля Эсхар Юрий Чайка И вот Юрий Чайка Однажды меня спросил Говорит Валера Как у тебя получается Значит Петь песню От имени Такого Несовременного Лирического героя А я говорю Ну Понимаешь Юра Дело в том Что Это очень просто Я и есть Этот Несовременный Лирический герой Значит Мне Нравятся вальсы Поэтому Я вам Немножко сегодня Попою Обычно Не возвращаюсь Там К старым песням Потому что Вы знаете Что каждый автор Каждый поэт Старается Показать Вот новое То что появилось Вот А я вам Покажу То что я Не пел Сегодня Так подумал Решил Покажу вам вальсы Потому что Все начиналось С вальсов Значит Лирических Вот такие Вальсы Несовременного Лирического героя Тему Настроение такое Сейчас весна Никак не наступает В календаре Начало зимы Все замерзает Первому снегу Только слетевшему С белого неба Немолодыми Кажемся мы Сыплется Словно Сахар Песок Что ему Право Наши прогнозы Думает Вечно Будут Морозы Сам же От гибели На волосок Нам Все равно Что будет Потом Мы Удивляться Не Разучились Снег И следа Не осталось От пыли Снег Вот и все Что случилось С дождем Мы эту зиму Переживем Нас первым снегом Время Рассудит Нам Все равно Что будет Потом Лишь Потому Что мы Знаем Что будет Белых метелей Кончится Срок Паром Разбудят Весну Тепловозы Землю Загреют Февральские Слезы И превратятся В березовый Сок Пусть По дворам Начало Зимы Только Весна Придет Непременно Нам Для любви Нужны Перемены Чтобы Душой Не Застарились Мы Нам Для любви Нужны Перемены Чтобы Душой Не Застарились Мы Вот 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 Эта Вот Песня Которую Он Спел Одна Была Написана В Девятом Классе Это Еще Школьные Песни 78 Год Значит Ну И Вот Еще Одна Песня Это Уже Немножко Попозже Но Тоже Вальс Холода Уже Близь Песни Ветерок Издалека Нес Снежинки Мотыльки И Рассыпал Из мешка Снег На Желтые Листки Через Сад И На Порог Так В Яичные Желтки Сыплют Сахар На Пирог Как-то Выше Стал Наш Дом И Простор Нее Поля И Не Жаль Что Зебру Вслед за Золотом Земля Не По Дням А По Часам Перешила Свой Наряд 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 Фонарем Дарит Шапки Снегопад Пес Хвостом Стучится В дверь Ощетилась Как Дикарь Приглашает Белый Зверь Провальсировать Декабрь Дай нам Не устоять Закружилась Голова Оставляем Догорать Отсревшие Дрова На порог И через Сад Оглянулись Белый Дым Гонит Снег В трубу Назад Все Его И все Под ним И Уставший От Разлук Спит Заснеженный Вокзал Поезд С севера На юг С отправлением Опоздал Но дрожит Лаком Мотив Петь колесам Под пургу На три четверти Мотив На три четверти В снегу На три четверти Мотив На три четверти В снегу Я прошу прощения Конечно Но Наверное Потому что я уже Мокрый Спотел Температура Значит Я прошу прощения Серега Привись там Записью Вот Я сниму Пиджак И если можно Наверное Все-таки сяду Потому что Они стоят Тяжело Спина Поставь Несколько Поставь Поставь Ага Отпал almost Не Я Сейчас Я У У Ага Значит, у меня есть такой друг, Саша Бальменко. И вот однажды, значит, я когда на концертах выступал раньше, я все время пел такие серьезные песни, глубокую-то лирику свою. Я вам сегодня ее спою еще. Ну так для того, чтобы такой был заряд, чтобы вы меня полюбили, так скажем так. Вот я вам сначала, для начала попою эти песни, которые я никогда раньше не пел, пока Саша Бальменко не сказал, а зря ты на концертах должен петь. У меня есть такой детский цикл, то есть это не детские песни, это воспоминания, в общем-то, из детства. Ну, они всем нравятся, значит. Они поются так, начинаем там с более медленного темпа, потом начинаем добавлять. На асфальтах появлялись листики, дождик и хорка. Я оставил дворника с носом бледно-розовым, шепотом разборчивым с ветром разговаривал. Ветер первосортные листики раздаривал. Шепотом разборчивым с ветром разговаривал. Ветер первосортные листики раздаривал. Я по городу ночному прохожу от дома к дому и скучаю по родному человеку своему. Человеку с человечком две души и два сердечка. Ручеек и мама речка снятся морю моему. Ручеечек хочет в речке выговаривать словечки, что смогла исполнить речка все желания его. Мы с крутыми берегами посредине речки мамы. Он течет моими снами, я волнуюсь за него. Как живем, не знаем сами. Просто папа нужен маме, просто нужен ручеечек для начала. А потом подрастет он скоро очень наш любимый. Ручеечек может морем стать захочет, может маленьким прудом. Я по городу ночному прохожу от дома к дому и на улицах знакомых я знакомых не ищу. Словно радуюсь чему-то дороплю свои минуты. И стихи пишу как будто, и тихонечко свищу. Из бессонных наших ночек вытекает ручеечек. Еще быстрее, да? Бежал человек маленького роста, совсем не смешной, а счастливый просто. Бежал и считал лужи на асфальте, а дождик играл на летней попбивайке. И были на нем белые перчатки, цилиндрный враг в полном беспорядке. Совсем порвались черные ботинки, нам таких не в жизни найти на рынке. Бежал человек небольшого роста, совсем не смешной, а счастливый просто. Смеялся в усы на 8 марта, выкупил часы маме из ломбарда. В голове такой возникло, знаете, такой подарок маме на 8 марта. Значит, ну шо, еще быстрее. Ну, конечно, да. Опустились до земли, тут черные, гуляли ворови беспризорные. И не трогали коты серых сорванцов, так как не было больших у котов зубов. За компанию коты вели зерна с воробьями, с ними были воробьи неразлучными друзьями. И не думали собаки затевать котами драки, так как были с ними сами неразлучными. Друзьями опустились сверху вниз черные. В них собаки разбрелись беспризорные. И не лизала детвора всех собак подряд. Много лишнего добра было у ребят. Под одними облаками неразлучными друзьями Проживали вместе с нами псы и кошки с воробьями. Помечтать бы как раньше и песенку спеть, ни о чем просто так для души. Побежать, полететь и конфет захотеть, как бывает хотят малыши. Какое небо синее, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Какие тучки белые, ла-ла-ла-ла-ла-ла. Какие мамы сильные, ла-ла-ла-ла-ла-ла. Какие папы смелые, ла-ла-ла-ла-ла-ла. Заглянуть в уголок, может там кто-то есть, пока мама готовит обед. Предложить бы ему мою кашу доесть, никого, к сожалению, нет. Какие, какое небо синее, ла-ла-ла-ла-ла-ла. Какие тучки белые, ла-ла-ла-ла-ла-ла. Какие мамы сильные, ла-ла-ла-ла-ла-ла. Какие папы смелые, ла-ла-ла-ла-ла-ла. Можно спрятаться в шкаф и когда позовут, замолчать и как будто уснуть. Пусть поищут, а если случайно найдут, подтянуться и сладко зевнуть. И маме будет весело, а я скажу, что так, я сочиняю песенку про нашего кота. И папе будет весело, и я на нем верхом своей веселой песенкой отправлюсь за кота. Какое небо синее, ла-ла-ла-ла-ла-ла. Какие тучки белые, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Какие мамы сильные, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Мне папа смешный Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла Окунулись ты... Это... Мы спрашивали маму, Кто льёт на землю дождик, И где тот дом, в котором солнышко живёт? А мама улыбалась, и спрятавшись под зонтик, И гриво отвечала, что дождик сам идет. Лай-ля-ля-ля-ля-ля-ля, бай-рам-бай-рам. Но мама, ведь он дождик, и он совсем без ножек, Ведь это невозможно. Но как ему ходить? Стучался дождик в зонтик, смеялась мама звонка, А я не знал, что так могло ее развеселить. Лай-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ям, бай-рам-бай-рам. Я сплю, мне дождик снится, и мой любимый мячик. И капли быстро-быстро сбегают по лицу, Слегка соленый привкус От детских слез горячих Я во сне заплачу, а может закричу Ну где вы, танки, пушки, любимые игрушки И может быть услышал Ко мне порой ночной Во сне опять прискачет Любимый синий мячик Любимый синий мячик С красной полосой Любимый синий мячик С красной полосой Ну и опять же таки Так как недавно совсем у нас был праздник 8 марта Такая песенка называется Колыбельная, колыбельная маме В нашем садике роса Яблоки уснули Мам, снятся чудеса Баю-баю люли Видит мама по полям Мы с братишкой скачем А за нами папе там Наш любимый мячик Баю-баю люли Яблоки уснули Неспроста, наверное, спят Детские игрушки Много-много лет подряд В маминой подушке Ждут нас, чтобы поиграть Танки с кораблям Значит, ночью мы опять Будем снится маме Баюшки-баюшки Мягкие подушки Будет мне всего шесть лет Братиху четыре Будет каша на обед Лучшей кашей в мире А когда и мы уснем Налетавшись за день Мама, штопать за столом Наши дырки Сядет Баюшки-баюшки Мягкие подушки Баба-баю люли Яблоки уснули Ну и, значит, еще там Из этого самого детского цикла Значит, так как у меня трое детей Мы все же знаем, что Все всегда, когда дети растут Но я не знаю каких-то людей Которые не хвастаются ими Которые о них не рассказывают Они там переворачивают слова Делают перевертыш Значит, мой, значит Миша, это отдельный разговор Это такое сочетание Совершенно непредсказуемое Значит, у ребенка Не знаю, откуда у него это Значит, он страшно ранимый Страшно впечатлительный Ребенок Очень эмоциональный И вместе с тем Ну, такой супер Прагматик-реалист Который не любит Никакой художественной литературы Ему вообще не интересно Гарри Поттеры там все эти Хабиты там Досиленные колец Это не его литература Он любит историю, понимаешь Четко Историю И вот он сядет, так задумается И говорит Вот ты знаешь, татуя Я вот что-то не до кинца Разумеется Их фараонев египетских Я тут даже Даже не знаю Что ему сказать Понимаешь Я могу только сказать Что я их сам Их сыну там По кинцам Не разумею Значит Вот Потому что И он часто Вот у него такое мышление Значит он часто Ставит в тупик Своими такими рассуждениями Вот когда ему было Где-то лет Там пять Он у меня Так сидит Значит Такого Я сидим Завтракаем И он говорит А правда Что Бог Всюде Е А я Кажу Что Ну Звучайно Правда Он так думает Дивится Так Кажи И в холодильнику Вот Я помню Когда я выхожу Значит Тоже ему тогда Тогда же Где-то лет Пять Шесть Ему было Я выхожу Значит После ночной смены Отработал Выхожу в обед Немножко Отоспавшись На кухню Такая идиллия Значит Двое пацанов Сидят Уже кушают Мама Света моя Значит Стоит у плиты Я подхожу К ней Значит Тихонечко Подкрался Сзади За ушком Ее поцеловал Где-то малое Сидит Значит Ложку Так Дарда Не нанося Так С подлоба С подлобью На меня смотрит И говорит Шо Полегшало И когда ему бабушка Читает сказку Значит о том Что вот камень Там на перепутье И на камне написано Что право пойдешь Там коня потеряешь Лево пойдешь Там друга потеряешь Прямо пойдешь Значит Голову сложишь Он так буквально Пару секунд Выдержал Потом говорит Ну и шо Вон там Біля того камня Так и стоял До смерти А куда ехать А смысл Ж не Кроме Одни убытки И тут приезжает Моя мама Баба Галя А баба Галя Моя говорила Сыну прийди Мне зроби Два главных канала У меня пропали Два главных канала Жди меня Терпит Терпит Баба Галя Баба Галя Но играет Юрки Ну такой плотный Сбитый Сбитый Такой Как гриб Барвик Юрка говорит Ну там Сидим Мы со святой Слушаем Беседы Это интересно Слушать Потому что У них же Шесть лет Разницы Это же Малой Его вызывают Юрка ходит К репетиторам По истории А Мишка Значит Историю знает Лучше Без репетиторов Лучше Чем в 11 классе И он говорит Что Я буду Учитись На историка Я говорю Мишка Ну выучися На историка Где ты будешь Працювати В тебе не буду Работать Ганька Та ничего Я буду Таких Бовдарів До института Готовити То коли Була Коронація Данила Галицкого А Юрка Там Та иди Начнем Чеписан Маля Говорит Вот Юрка Сидят Небеседу Ведут Говорит Ага Каже Вот Ни одна Тварина На земле Старший Значит Шкоды Природи Не робить А вот Тільки Людина Робить Шкоду Природи Мишка Какая Что Новое Сказал Можна Подумать А Преж Меньше Ну да Потому что Ніхто пожар В лесу пожар Тварина Не зробить А людина Там кинула Якусь Сирника Чи сигарету В лесу пожар І все Вигорит Хіба Що Хробаки Залишаться Така Пауза І цей Менший Сидит І каже Юра Є таке Поняття Як Грунтова Пожежа Ужас Ніхто Ужас Опять Ползаю Такі Хробаки ну и моя мама значит она его как всегда как бабушки знаете у нас там западной украине принято так что бабушки подкидывают маленьких детей на на кленках значит и там приговаривают при этом и там помню что моя теща была в шоке когда там услышала что-то моя мама значит сваха шоуна шоуна дитину учить шоуна учить дитину она и уберет мама там и начинает говорить оба оба папа черна сарака в папа папа дебила в сметану ела ну и там разные такие другие приводки примовки таки ну и значит мишку садит мишка не дети как правило они любят там скакать на коленках а мишка не любит понимаешь а мама его садит и начинает по старой программе как она же уже двоих уже двоих уже папа гопала знаешь и этого третьего начинает гопать иначе ему там приговаривать там пішла баба до воды покликала діда а дед бабу тупив зробилася біда иди дед иди дед та и в долоні плеще слава богу шоу тупив о женю все еще иди дед иди дед та и в долоні риже оглянувся назад себе з води баба лизе а мишка значит минуту пару секунд помолчал и то самое говорит не тряси меня ты мне лучше скажи шо она теперь ему сделать ну вот поэтому значит я сочнил такую песенку там я ничего не делал в этой песне ничего там не не перенеменял местами только просто зарифмовал вот отдельные фразы зарифмовал то что говорили мои дети ходит бродит жирный кот тянет по полу живот и не может нас догнать чтоб за носу не загнать ничего что толстый папа он бежит на задних лапах карандаш порезал я сделал пули для ружья но совсем не страшные пули карандашные ком-то так как такими воевать сяду буду горевать по кровати мяч качу бью ногами и топчу не узнают нипочем папа с мамой как мечом я погладил простыню я секрет свой сохраню я в квартире убирала пол платком повытирала и на кухне со стола крошки веником смела поцелует мама в щечку скажет чудо а не дочка молоко у нас сбежала я его не удержала и кричала целый день как пожарная сирень платье мамина а дело вот как я помолодела как и наши детки разговаривают вот и значит в догонку я буду сейчас немножко сейчас немножко значит чтобы такое это с первого отделения получилось такое тепленькое уже в втором отделении вас буду грузить лирикой там серьезными вещами я уже не сейчас не буду переходить на что значит есть такое росстыслав солоневский у нас повеселю росстыслав солоневский прекрасный такой дедушка ему сейчас 75 лет мы отпраздновали ту юбилей без него не обходятся в клеване там беля ровно начнет ни одни крестины ни одни свадьбы ничего он везде читает свои читают что слоневский вот запрос ему все будут веселые вот и значит вот кое-что из него значит мне страшно нравятся его эти маленькие короткие стежки такие и с сердцем стало зле дружине и теща заявилась ниняя вот так буває чоловича одна беда шо и другу кличе бачить зять а да как теща зранку до метли из потика намагается на ганку приладнати держака зять на ганок вийшов с хати и до тещи промовля мы собрались подметать или лететь извинцеля чем накульгаешь семене что такого не было так приехала до меня теща вчера как на зло то хиба а за те с тобою щось тряслося до беды каже копнув поезда ногой чтобы привезли сюда лежит пьяный у калюжи стогнет а житхает допоможи встати друже бачишь сил немае я тебе при всих потугах навіть не підважу а чтоб знал шо маешь друга для себе ляжу каже гнат своїй дружині мушу йти в ресторан вчора я платив а нині вже платитиме іван мушу чим закінчилася сварка з жінкою семене на колінах моя варка приповзла до мене на колінах твоя варка і шо говорила виліз падло спид дивану поки не прибила ну і значить на закінчення цього нашого такого першого відділення такого веселого радісного я тому що в мене багато різних пісень от я вперше так буду в програму щоб у нас був такий контакт з вами значить такі от побутові в мене і теж пісні пісня автобіографічна у нас на Україні любов так як всюди є розділене кохання є нерозділене кохання взаємне або невзаємне а в нас ще є такий особливий вид такої любові української коли це кохання звичайно взаємне але розділеним просто бути не може ви зрозумієте чому пісня автобіографічна за вірюха зима кума вдома нема кума вдома нема добрий вечір кума кума вдома нема добрий вечір кума чи смачною горілкою чи мовою горінкою почастуйте кума доки кума нема почастуйте кума доки кума нема частувала підливала напоїла спати вклала ой гріх не кажи коли ліфто лежи ой гріх не кажи коли ліфто й лежи що між ними було заголов все село говорили чи брехали кума з кумом переспали говорили чи брехали кума з кумом переспали савірюха зима кума вдома нема кума вдома ну шо нема добрий вечір кума кума вдома нема добрий вечір кума ну і на закінчення нашого першого відділення це називає колисково колисково щоб в такому настрої ми пішли на перерву яку співала мені завжди моя бабця там з дитинства там моя така улюблена колискова висок коли хала коли хала баба діда із вечора й до біда із вечора й до біда із вечора й до біда Про велику. Та й принесе, та й принесе діду грушку, та й положить під подушку, та й положить під подушку. Коли хала, коли хала баба-діда, із вечора й до обіда, із вечора й до обіда. Дякую за перегляд!